Ребята, всем привет! С вами Сергей Калиниченко и сегодня выпуск о 16 лучших армрестлеров за последние 20 лет. Смотрим! Ричард Лубкес – это дед, которому 64 года, и он уже давным-давно всем доказал, что он лучший в мире армрестлинга. Это человек, который в данный момент может доставить проблемы любому профессионалу. Его вес – 150 кг, а рост – 190 см. Это внушительные параметры для любого вида спорта. Он именно тот человек, с которого зарождался армрестлинг, каким мы видим его сейчас. Он сказал, что его карьера закончится именно тогда, когда он скажет, и возраст не помеха. Так что для нас теперь нет оправданий. Дэй Чейфи – это невозмутимый парень из США. Он смог дать бой великому Денису Цыпленкову в то время, когда Дениса считали несокрушимым. Парень, который, можно сказать, появился, как будто неоткуда, и удивил мир армрестлинга. Планку, которую он себе задал, он держит по сей день. На данный момент говорят, что это именно тот, кто выиграет у Ливана Сагинашвили. Но поживем – увидим. Этот парень может удивлять. И его не стоит недооценивать. Дмитрий Силаев – многократный чемпион мира и Европы. Победитель чемпионата мира среди профессионалов по армрестлингу. Молодой и очень перспективный спортсмен, который отобрался в топ-8 лучших армрестлеров мира. Я уверен, что он будет там не в последних рядах. Он множество раз выигрывал у более опытных и именитых спортсменов и доказал, что достоин места в топ-дивизионе. Майкл Тодд считается сильнейшим рукоборцем в США. Неординарный, хитрый, выносливый. И это именно тот человек, который усовершенствовал технику Кинз Мув до идеала. Он смог прижать до подушки Дениса Цыпленкова, Дэвана Ларата, Андрея Пушкаря, Дэйва Чейфи. Этот список можно продолжать очень долго. Он готов победить любого, кто будет на его пути. И не будет скрывать свои уверенности в этом. Так как он и есть один из лучших армрестлеров планеты. Арсен Лилиев – это очень яркий и эмоциональный спортсмен, обладающий молниеносной скоростью и сильнейшим стремлением к победе. Его поединки – это то, на что хочется смотреть вечно. И они заряжают мотивацией на все 100%. Он побеждал всех топовых спортсменов. И доказал, что он один из лучших в мире армрестлинга закончил свою карьеру. Но шанс, что он вернется, есть всегда. Так как от армрестлинга окончательно тяжело уйти. И тем более никогда не поздно вернуться. Виталий Лалити. Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и Европы. Человек, который должным образом, не тренируясь, выигрывал чемпионаты мира и Европы. Виталий был единственной надеждой в 2019 году, кто мог выиграть у Ливана Сагинашвили. Он дал ему лучший бой за весь топ-8, но выиграть не смог. Виталий – генетически одаренный спортсмен и имеет все данные для того, чтобы снять с Олимпа Ливана Сагинашвили. Дэвон Ларат – один из лучших рукоборцев планеты. Человек, который может победить любого. Своей разносторонней борьбой удивляет в каждом поединке. Любитель затяжных поединков. Его задача – найти слабое место соперника и заставить самому сдаться. Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы противостоять каждому сопернику. По крайней мере, на левой руке. Тарас Ивакин – заслуженный мастер спорта по армрестлингу. Трехкратный чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Двократный обладатель Кубка мира среди профессионалов. Человек, о котором знал весь мир. Лучший верховик за историю армрестлинга. Я уверен, что в скором времени мы увидим его снова за столом, так как он готов вернуться. И ворвется в мир армрестлинга в лучшей своей форме. Дмитрий Трубин считается неоднозначной фигурой в мире армрестлинга. Причиной тому – его оглашительные победы и внезапные проигрыши. Победы над Джоном Бресленком, Тимом Бресленом, Олегом Жогом и Майклом Тоддом вселяют большую уверенность. Однако фанатов озадачили поединки, в которых он проиграл. Также его часто называют бодибилдером в мире армрестлинга. Из-за его телосложения и манеры тренировок. Большинство в мире армрестлинга считают, что Дмитрий – очень сильный рукоборец. И пиковую форму он еще не достиг. В целом, Дмитрий – любимчик публики. Он всегда показывает красочную борьбу. Евгений Прудник – это не просто спортсмен. Это человек, который снимается в кино. Мало того, он еще и актер оперного театра и певец. Этот человек – многократный чемпион мира и Европы. Он доходчивый и невозмутим. В мире армрестлинга нет того, кто бы не слышал об этом спортсмене. Евгений занял третье место в топ-8 лучших рукоборцев мира. И на этом он не готов останавливаться. Карасимир Костадинов – один из немногих, кому удавалось одолеть Ливана Сагинашвили уже после того, как Ливан набрал свои нынешние габариты и стал выигрывать чемпионаты мира и Европы по взрослым в супертяжелой весовой категории. Человек, который не ищет легких путей. Вместо того, чтобы отобраться в топ-8 в 95, он пошел в 105+. И успешно. На вопрос «Зачем?» он ответил «Я буду абсолютным чемпионом мира. Вне зависимости от весовой категории и не рассматривая другие варианты». Алексей Воевода стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным победителем Кубка Мира Немиров среди профессионалов по армрестлингу. Он вдохновил тысячи заниматься армрестлингом, особенно после выхода фильма «Борясь с Джоном». После перешел в Боб Слей и очень успешно. На Олимпийских играх в 2014 году в Сочи завоевал две золотые медали. Ливан Сагинашвили – это человек, о котором гудит весь мир армрестлинга и крутится вокруг него. Все задают вопрос, в скором ли времени найдется тот, кто сможет его свергнуть с вершины успеха. И вообще, кто-то дойдет до его невозможных на трезвый взгляд рабочих весов. Жду с нетерпением его поединки и человека, который будет сильнее, чем он. Джон Безенг – это батя армрестлинга. И большинство из нас еще не родились, когда он уже был чемпионом мира. Это человек, который и есть армрестлинг. Дольше, чем он, никто не был чемпионом. И очень малый процент, что когда-нибудь будет. Это человек-легенда. Его победа не исчезла. Он 26-кратный чемпион мира. И его мы увидим в ТОП-8 в 95 в 2021 году. Андрей Пушкарь – человек, которого уже нет в живых. И память о нем останется на вечность. Пушечный старт, холодный взгляд, огромная сила и безвозмездная любовь к армрестлингу, которая дала ему стать 15-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, 7-кратным чемпионом Кубка мира среди профессионалов. Его наследие продолжит приносить победы еще сотни лет в его зал славы. Денис Цыпленков – это универсальный солдат. Он создан выходить за рамки возможного и бить мировые рекорды. Мастер спорта по гире. Многократный абсолютный чемпион мира парам рейслингу среди профессионала. Неоднократный победитель и призер по силовому экстриму. Атлет профессиональной лиги силового экстрима. Рекордсмен Книги рекордов России. МСМК по жиму лежа. Мировой рекордсмен по строгому подъему на бицепс. Рост этого спортсмена 186 см. А вес 144 кг.